Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас, о чём у нас всё уплыло? Всё уплыло, вот так вот. Так, хорошо. Так, что у нас сегодня? Девятое задание. Девятое задание и вот будем рассматривать график, который состоит из двух вот этих штук. Гипербола. У нас сегодня гипербола. Девятое задание это, ну, что-нибудь надо найти. Либо какой-нибудь х, либо найти значение функции. Так, но сначала, но сначала во всех заданиях нам придётся искать формулу. И сразу же видим, что наша гипербола, она смещена на один вверх. На один вверх. Давайте вспомним вообще, вот, у равно k делить на х. Это основная формула гипербола. Когда у нас что-то прибавляется, либо вычитается к х, допустим, 2. Это смещение по оси ОХ. Рядышком с х. Рядышком с х. Всегда, в любом графике. Ну, кроме прямой, возможно. Это смещение по оси ОХ. И причём, если смещено вправо, мы ставим минус. Если смещено влево, мы ставим плюс. А если что-то, ну, далеко от х, обычно там или скобки, или вот тут вот знаменатель, или там под корнем, ну, как-то это вы увидите. Если что-то рядышком с х, это будет выделено прямо. А если что-то отдельное прибавляется или вычитается, например, 4, это ось ОУ. Это ось ОУ. И у ОУ знак мы не меняем. Если смещение вверх, то плюс 4, смещение вниз, минус 4. Всё, разобрались. Главное запомнить, то, что рядышком с х, это смещение по оси ОХ. И то, что рядышком, то, что совсем не рядышком, это смещение по оси ОУ. Поехали. Ну, у нас смещение по оси ОУ. И формулу нам дают не случайно такую. У нас а, смотрите, а отдельно, не рядышком с х. Значит, вместо а будем писать плюс 1. То есть, f равно k делить на х плюс 1. Хорошо. А определили, а равно 1. Здорово. Теперь у нас целых три неизвестных f, k и x. Ну, чтобы найти k, ну, да, мы берём точку. Вот, смотрите, у нас выделена точка. Обычно точки выделяют. И я советую брать точки, которые выделены. Например, вот здесь. Ну, конечно, она тоже выделена, но не факт, что разработчики задания подразумевают, что здесь она чётко пересекает. Вот та точка, которая выделена, идеальна для того, чтобы подставить её координаты. У неё координаты 3 и 2. 3 и 2. Подставляем. Получается, 3 это всегда х, 2 всегда у. Прямо сюда. У, кстати, не забываем. У это то же самое, что и f. Ой, не видно вам. А я вот так вот сделаю. У это то же самое, что и f. Так, ну что, давайте подставим. 2 равно k делить на 3 плюс 1. Ну и всё, у нас одна переменная k неизвестная. И давайте решим это уравнение. Давайте всё умножим на 3. Получается 6 равно k плюс 3. И тройку перенесём. 3 равно k. Отлично. k равно 3. Мы это нашли. Это здорово. Значит, зная k, мы можем найти основную формулу. у равно 3 делить на х плюс 1. Вот она формула, с которой мы сейчас будем работать. Нам нужно найти f от минус 12. Запоминаем. То, что в скобках всегда х. Где подсказка? Вот подсказка. f от х равно. В скобочках написано х. Значит, минус 12 это тоже х. Просто минус 12 подставляем вместо х. Это будет у равно 3 делить на минус 12. На минус 12 плюс 1. Ну, 3 делить на минус 12 это минус 1 четвёртая плюс 1. 1 четвёртая это минус 0,25 плюс 1. Ну, так как знаки разные, мы должны вычитать. Получается 0,75. Вот такой ответ. Здорово. Так, смещение. Сейчас я найду что-нибудь ещё. Угу. Так, следующее смещение. Тоже смещение. Но смотрите внимательно. Смещено уже ось по оси у х, да. Мы видим, что график должен быть правее. Но его сдвинули влево. Его сдвинули влево. И в формуле у нас подсказка а рядышком с х. Вот рядышком с х значит знак менять надо. Знак менять надо. Ну, так как сдвинули на одну клетку, то будет… Так, сдвинули влево. Влево, по идее, минус должен быть. Но знак менять будет плюс. А равно плюс 1. Опять же, нам нужна какая-нибудь точка. Нам выделили вот эту точку. Это здорово. У неё координаты 2, 1. 2 – это х, 1 – это у. Можно подписывать, кто не привык к координатам. Подставляем. 1 равно k делить на 2 плюс 1. Прямо под формулу. f от х – это тот же самый игрок, это 1. k неизвестно, х – это 2, а это 1. Считаем. 1 равно k делить на 3. Ну, и k, получается, это просто 3. k – это 3. Нам нужно выделить основную формулу. Наша формула – это 3 делить на х плюс 1. Здорово. Найти f от 19. Опять же, 19 – оно в скобочках. Это значит х. Поставляем 19 вместо х. 19 вместо х. y равно 3 делить на 19 плюс 1. Получается 3,20. Надо делить столбиком. Ну, давайте поделим столбиком. 0,1 минус 20. 15. 0,15 – вот такой ответ. Это у нас было смещение по оси O и X. Давайте еще вот такое рассмотрим. Угадайте, здесь смещение по какой оси? Тоже по оси O и X. Да. Тоже по оси O и X. И тоже на единичку. Только вправо, значит, а это будет минус 1. Минус 1. Обратите внимание, почему я выбрала это издание. Здесь надо найти не f от чего-то, а надо найти x, если f равно минус 0,08. То есть как вот эту запись расшифровать? У нас f типа неизвестно, да еще и x типа неизвестно. А что подставлять? Тогда ищем x, а f как раз равно минус 0,08. Так, ну, делаем все то же самое стандартно. У нас точка с координатами 2, 2. То есть x2, y2. Подставляем нашу формулу. 2 равно k делить на 2 минус 1. 2 равно k первых. У нас у k равно 2. k равно 2. Значит, наша формула y равно 2 делить на x минус 1. И подставляем вместо f, то есть вместо y. Запомнили, что f это то же самое, что y. Минус 0,08. Так, минус 0,08 равно 2 делить на x минус 1. Ну, давайте я домножу на x минус 1. Тогда все получится. минус 0,08x минус 1 равно 2. Минус 0,08x плюс 0,08 равно 2. Так, минус 0,08x равно... Так, тут надо вычитать. 1, спитая. Ох, как я не люблю такое. Так, тут 10, 9. Тут езничка осталась. 10 минус 8, 2. 9, 1, 1 и 92. И вот это все надо поделить. Ну, сразу же обращаем внимание, что x будет отрицательным. И надо избавиться от запятой. То есть мы просто 192 делим на 8. Берем сначала по 2 минус 16. 3, 2, 4. Минус 24. Вот такой ответ. То есть надо не только смотреть на смещение, но еще и внимательно смотреть на то, что нужно найти. То есть на вот эту запись. Вот здесь у нас мы искали x. То, что в скобочках это x, он неизвестен. А f равно, да, потому что если мы скобочки уберем, у нас будет f равно минус 0,08x. 0,08. Все, я уже заговорилась. А вот здесь наоборот. Надо было найти f, если f равен 19. Просто будьте внимательны. И так далее. Так, что еще? Что еще? Что еще? Есть еще точно хотя бы один вид заданий. Вот. Вот он. Готово. Так, что мы делаем? У нас тут целых две точки. Перед нами вообще какая-то билиберда. Ну, не может быть такой формулы у гипербола. Поэтому тут подвох. Формулу надо знать самому. И формула у гипербола – это y равна k делить на x. k делить на x. Смещение, да, смещение у нас есть, поэтому мы его как-то сами организуем. Я вот вижу, что на 4 влево мы сместились по x. Значит, к x я должна прибавить 4. По x смещаемся, знак меняем. И мы сместились наверх 1. Значит, плюс 1. Берем любую точку. Ну, вот у нас одна точка выделена. Тут нам целых две точки выделили. Прекрасно. И координаты точки 1, 2. Так, 1 – это x, 2 – это y. Давайте подставим. То есть это будет 2 равно k делить на 1 плюс 4, да еще и плюс 1. Единичку переносим. И 1 плюс 4 считаем. Это будет 1 равно k делить на 5. Ну, все умножаем на 5. Получается k равно 5. k равно 5. Отлично. Работаем пока что только с нашей формулой. y равно 5 делить на x плюс 4, да еще и плюс 1. Хорошо. Нам нужно найти k. Но мы видим, что k, блин, вообще непонятно, что откуда-то там а взялось, откуда-то b. И вид у нашей формулы совсем другой. Ну, кроме того, что привести к общему знаменателю, мы ничего не можем поделать. Верно? Давайте приведем к общему знаменателю и объединим это выражение в одну дробь. Получается, мы единичку должны умножить на x плюс 4. Давайте смотреть. То есть это будет y равно 5 плюс x плюс 4 деленное на x плюс 4. А вот эту штуку верхнюю мы можем посчитать. Там же будет x плюс 9 деленное на x плюс 4. Так, давайте я сейчас скопирую формулу, которую нам предлагают. И мы сравним, вообще похоже или не похоже. Ну, вообще похоже, да ведь? Вот здесь я могу написать, быстренько, y равно, y – это fx, kx. Ну, k – это какое-то число, которое мы умножаем на x. Плюс a. Получается, a – это 9. b – это 4. Вверху x, внизу x. И вопрос, на что же мы умножаем x? На 1. k равно 2. Вот такое странное задание. Давайте еще раз такое же сделаем. Давайте поищем не k, а, допустим, a. Вот. Найдите a. А что тут такие же, такое же смещение? Вот, другое смещение. Найдите a. Так, ну что, формула у нас опять какая-то кривая. Формулу, значит, пишем сами. y равно, k делить на x и определяем смещение. Мы сместились на 2 влево, да, минус 2. И на минус 1 вниз. Минус 1. Ну, минус 1 вниз, так и будет минус 1. А так как влево на 2, это минус 2. Поэтому знак меняем будет плюс 2. Плюс 2, kx. Берем точку. Вот у нас точка. Вот эту хочу точку. Вот эту точку хочу. У нее координаты. Минус 1, 2 и минус 4. Минус 1, минус 4. Так, тогда что будет? Минус 4 равно k делить на минус 1 плюс 2. Это еще и минус 1. Минус 4 плюс 1 равно k делить на 1. И таким образом, k равно минус 3. k равно минус 3. А значит, основная формула для нашей гиперболы будет y равно минус 3 делить на x плюс 2 минус 1. Ну что, опять, если никаких идей нет, то мы можем только привести к общему знаменателю. Давайте так и сделаем. Единичку представляем, где дробь 1 первая. И эту дробь умножаем на x плюс 2. Получается, минус 3 минус x минус 2 делить на x плюс 2. Обращаем внимание, что минус перед дробью меняет знаки. То есть, если был плюс, станет минус x. Было плюс 2, станет минус 2. Получается, y равно минус, нет, давайте, минус x минус 5, x плюс 2. Так, хорошо. Возвращаемся в задание. Сравниваем, похожа ли наша штуковина с формулой. Ну, в принципе, похожа, да? И нам нужно найти а. Смотрим, где находится а. А находится в числителе и прибавляется к x. А у нас равно минус 5. Вот такое у нас получилось. В принципе, это все, что касается гиперболы. По гиперболе больше ничего интересного. Скоро сниму ролики по другим графикам. Мы уложили с вами в 14 минут. Если вы учитесь у меня, вам предстоит задание в 28 заданий. Файл там, где 28 заданий, но зато вы потом будете это делать на автомате. И, короче, будет вам все легко. И это здорово. Главное привыкнуть, запомнить и не забывать. Также лайки, комментарии. Если хотите заниматься со мной и еще не занимаетесь, пишите. Ссылочка в описании на мой ватсап. Все обговорим. Первое занятие бесплатно. Понравится, не понравится. Ну, в принципе, все. Удачи вам. У вас все получится. Пока. Пока. Пока.